Итак, ребята, всем профита, с вами Крин Эванс. Итак, перед началом ролика одна вводная. Пожалуйста, все люди, которые пишут мне на почту с предложением прорекламировать их монетку, запампить, задампить комьюнити, ребята, идите вы... Вот такие дела, а мы едем дальше. Итак, погнали, что у нас сегодня на повестке дня? Посмотрим биткоин, посмотрим немного доминацию, расскажу вам некоторые интересные новости, посмотрим некоторые интересные проекты, пару инструкций интересных покажу, все ссылки, как всегда, в описании. Также мы в скором времени идем с командой на один из ивентов, тоже его покажу, если вам интересно с нами поучаствовать в этом ивенте, тоже покупайте билетики, там уже и увидимся. Потому поехали с вами ближе к делу. Итак, по биткоину у нас сейчас довольно интересная картина. Значит, мы с вами дошли до 58 тысяч долларов, значит, и это довольно внушительная уже сумма. Некоторые уже фиксируют свои доходы, прибыля, некоторые закрывают свои лонговые позиции, некоторые переворачиваются в шорты. Ребята, думаю, что можем и не дождаться уже большой коррекции, потому что на 3-2 тысячи долларов падаем, все это выкупается, как мы видим, очень быстро. Я здесь посмотрел данный фрактальчик и пытаюсь понять, что вообще может произойти. Давайте будем вместе все с вами это все смотреть. Итак, мы с вами вот в этой точке. Это был январь. Значит, с 30 тысяч долларов полетели аж до 58 тысяч. И давайте посмотрим на коррекцию, которая у нас была примерно 32%. Значит, мы вот здесь пролетели. На перехае у нас пришел Илон Маск, сказал, что биткоин красота. Все это вылетело наверх и вот так мы шли наверх. Потом получили коррекцию и потом дальнейшее движение. И это все затягивалось вот так наверх. Сейчас примерно такая же ситуация. Вот мы прошли, сделали коррекцию, прилетели наверх. И сейчас вот я ожидаю примерно такой же исход. Вот мы 36% сделали уже, как и здесь. Вот 36% мы уже сделали. У нас есть еще зазор. Я думаю, что самая интересная ситуация у нас развернется на перехае этого исторического максимума, на АТА. Вот где-то вот здесь мы это все и увидим. Пока нету бычьих новостей вообще. Это меня очень сильно смущает. И пока биткоин консолидируется. У нас все денежки сливаются с альтов. Особенно с тех, кто полетел выше всех. Это Solana, это Axie, это Avalanche. Все монеты, которые дали уже хорошие иксы, с них немножко ликвидность уходит. И это нормально, потому что откуда взяться новым деньгам? Пока новостей особых нету. Потому со старых денег некоторые фиксируются и переливают в биткоин. Плюс у нас хорошая раскорреляция фондового рынка и криптовалютного сектора. У нас деньги все-таки, я считаю, что переливаются с фонды больше в крипту. И это может показать потенциал в 10 триллионов долларов в конце цикла капитализации всего криптовалютного рынка. Некоторые ждут 5 триллионов, некоторые ждут 10. Это всего лишь цифра. Реальных денег там будет процентов 10-20. Вот потому капитализация, это всего лишь цифра. Вот я вам показал примерные зоны, куда я жду биткоин. Это 65 700. Коррекция была бы довольно крутой. Примерно вот на 56 тысяч. Вот сюда еще раз всех напугать. Вот так как-то сделать. И потом уже уйти на 82 тысячи долларов. У нас будет с all time high очень сильное ускорение. Времени очень мало. К концу года всего лишь осталось 2 месяца. Цикл может удлиниться. Некоторые волновики-затейники считают, что цикл биткоина и вообще всего и альткоинов, и биткоина может удлиниться аж к маю 2022 года. К маю или к марту. Точно уже не помню. Не буду это все повторять. Я считаю, что мы можем все-таки удлиниться. Но вероятность этого крайне мала. Пока биткоин себя так не показал. Будем уже дальше смотреть, сколько печатается денег, сколько вообще приходит в рынок новых людей. И где будет у нас жадность. Пока на индексы не ориентируюсь, очень много людей сейчас уже смотрят на индекс страха и жадности. Он, ребята, уже поломан очень давно. И смотреть его нет смысла. РСА есть смысл. Мы сегодня все это с вами посмотрим. Давайте с вами очень быстренько посмотрим доминацию биткоина. И поедем с вами дальше. Итак, доминация у нас потихонечку, да, видим, что отросла на 45%. И это хорошо. У нас еще остается вот сюда зазорчик. И будем с вами смотреть. Очень было бы круто на росте биткоина поймать все-таки влив новых денег в альты и все-таки перелом вниз. И ждать примерно на 35%, чтобы у нас альтсезон все-таки начался. Сейчас у нас альтсезона нету. Многие альткоины теряют свою силу. Это, ребята, пока, как показывает практика и биткоина, и вообще криптовалютного рынка, у нас самый большой рост случается уже, когда биткоин уже закрепился на вершине цикла и начинает потихоньку падать или консолидироваться. Вот там и начинаются огромные иксы от альтов. Потому не спешите. Больше делайте масштаб и не смотрите на часовые или даже на дневные графики. Потому что это очень страшно выглядит в краткосроке. Потому переходим с вами на график BLX и откроем с вами довольно нестандартный, давайте откроем с вами двухнедельный таймфрейм. И посмотрим с вами, что у нас здесь происходит по RSI-индикатору. Довольно интересная ситуация. Я уже вам это все показывал. Повторим это еще раз. У нас здесь по индикатору такой нисходящий тренд. Буквально парочка пунктов и у нас пик. Вот мы уже потихонечку разворачиваемся. Как у нас было здесь. Вот здесь. Мы делаем две вершины. Вот видим. Но вторая вершина немного ниже, чем первая. Плюс-минус. Потому я бы ориентировался на вторую вершину где-то в районе 85-90 по RSI. Вот здесь я бы фиксировался именно в плане биткоина и сильных значит альтов. И ждал бы уже рост самих альтов. Да, у нас некоторые альткоины. Я уверен в этом. На перехае биткоина тоже будут потихоньку подтягиваться. Но вся ликвидность будет направляться как жадность именно в биток. А потом это все будет фиксироваться и переливаться в дешевые альткоины. Как это все в принципе и происходит. То есть у нас сначала пампят биткоин. Потом он уже дорогой. Его покупать никто в принципе не хочет. Но все еще некоторые хомяки его покупают. Но некоторые люди фиксируют уже свои биткоины. И за фиат влетают дешевые альткоины. Чтобы еще нахалявить иксы с них. Потому вот так это все и в цикл происходит. А потом это все опять же при росте альтов фиксируется в фиат или переливается опять в биткоин на коррекциях. Вот и все. Потому у нас такой памп-энд-дамп на биткоине. Потому у нас очень часто на пике цикла случается вот такое падение. Потом возврат на процентов 60-50 и потом уже финальное падение. Вот такие дела. Поэтому будьте внимательны и думайте своей головой. Поехали ближе к проектам. У нас значит ребята канал уже на 300 тысяч подписчиков вырос. У нас огромная армия людей. У меня хромакей что-то вообще страдает. Нужно камеру менять. Уже скоро буду менять камеру. Мне подарили наши ребята на днюху. Всем огромное спасибо. У нас огромная армия людей. Растем с вами очень быстро. Поэтому всем спасибо. Подписывайтесь на канал и дальше будем с вами развиваться и больше узнавать про эту тематику. Мы готовим для вас еще один проект. Такие теоретические ролики по поводу крипты. Чтобы вы не только работали над спекуляциями а и над информацией и в плане осознания того где мы с вами находимся и какие вообще возможности в плане разработки в этой индустрии интеграция с разными подписываемся едем с вами дальше. Так значит у нас мероприятие довольно таки интересное. Мы туда идем команда из 10 человек это Big Invest Summit он у нас будет 27-28 числа 11 месяца в Киеве. Кому интересно пожалуйста покупайте не на правах рекламы билетики с вами там увидимся мы купили для команды я оплатил все это чтобы мы хоть немного отвлеклись от крипты и пришли еще в реальный сектор. Там будут значит кто мне интересен само собой с Гордоном пообщаться очень хочется с Эриком Найманом хочется пообщаться с Виктором Прокопением также хочу пообщаться вот есть тут Виктория Тегибко у нее венчурный фонд с Дмитрием Карпеловским он у меня очень часто на ютубе в рекламе вот выкупили они всю рекламу это жесть полнейшая вот и с Марком Гинсбургом его послушать что вообще там будет довольно интересная конфа такой форум саммит потому кому интересно тоже покупайте билеты с вами там и увидимся пофоткаемся пообщаемся было бы интересно своих подписчиков там увидеть поэтому пожалуйста кому интересно мы купили 10 билетов значит премиум вот пожалуйста вам расценки кто как хочет вы покупаете два билета по цене одного я никаких ссылок не оставляю у меня нету никаких соглашений с этой компанией просто купил для своей команды пожалуйста потому вас жду на этом мероприятии поехали дальше так что у нас вообще по Твиттеру и по проектам в целом сегодня вам покажу я покупал сегодня на Мунеджа уже первый проект в виде IDO покажу некоторые интересные софтинки да кошелек Киплер и вообще что вообще в криптовалютном секторе происходит потому поехали ближе к делу значит Михаэль Ван Депоп наш любимый лучший фуллтаймтрейдер из Амстердама делает интересные посты сегодня покажу очень больший настрой у него как всегда потому идеальный сезон чтобы порезать биткоин пытаясь предсказать дно на альткоинах не переворачивайтесь уменьшайте масштаб и наберитесь терпения 100% согласен лучше смотрите более глобально я вам советую всем кто боится за ваши альткоины за биткоины просто переходим на график биткоина к тезеру вот закрываем наши индикаторы и смотрим с вами больше месяц вот по свечам идеальная бычья история нету пока ни одного повода думать что это вообще был пик цикла но самое главное переписать наш ольтайм хай потому поехали дальше значит очень много интересных постов есть в твиттере биткоин идет за серебром значит биткоин против серебра капитализация серебра у нас 1.3 триллиона долларов США а биткоина примерно 1.08 триллиона долларов 83% от капитализации значит серебра некоторые блогеры агитируют людей инвестировать в биткоин сейчас я этого не делаю само собой кто заинвестировал ранее молодцы кто не заинвестировал ждите уж такие дела если вы верите что биткоин будет 150-200 тысяч это хорошее время для инвестиций но я еще раз говорю с умом всегда покупайте частями не на всю котлету я думаю что в скором времени и серебро подвинется и США подвинется и Китай подвинется и даже золото подвинется потому поехали с вами дальше что у нас еще интересный вот такой фрактал и по РСА я уже вам показывал тоже еще один человек говорит о том что у нас биткоин сам его цикл по РСА двухнедельный имеет четкое верхнее сопротивление исходящего тренда даты датируются первым циклом 11 года с шестью касаниями за 10 лет следующий раз когда мы встретимся с этой линией хороший шанс что это будет в принципе пик 21 года или даже 22 в мае или в марте точно вам не скажет никто потому цель выше 100 ближе к 300 тысячам долларов я конечно не верю что будет примерно 300к но некоторые блогеры в это верят что может быть и такая цифра ребята биткоин не привязан к каким отчетностям это вам не компания не гугл не ополни амазон потому он не ограничен в принципе цифрой забудьте про цифры это всего лишь цифры они ничего в принципе не показывают большие киты если будут дальше выкупать и в том числе и розничные инвесторы будут выкупать биткоин его будет меньше и меньше то цена вообще в принципе ничем не ограничена просто спрос и просто предложение не более того поехали с вами дальше что у нас еще я потихонечку покупаю некоторые альткоины мне интересные которые слили это монетки я уже говорил некоторых бирж я считаю что они тоже будут расти потому что они все внутри экосистемы этих бирж функционируют и они нужны и тоже будет спрос покупаю значит сейчас хобби токен на бирже хобби и диверсифицирую свои риски даже в плане бирж потому хобби глобал крутая биржа ко мне обратился их менеджер в плане что им еще доделать в плане геймификации и чего не хватает на бирже я со многими биржами не работаю официально а просто выступаю в роли такого адвизора советую им что им лучше для пользователей они просто обращаются я в принципе не против провожу с ними мид говорю что у них криво что у них плохо на что жалуются пользователи и в принципе они довольны а мне в принципе хорошо потому что пользователи этим всем пользуются потому покупаю пока хобби токен уже купил 100 штук планирую до 1000 токенов довести дальше кукоин биржа тоже покупаю вот их токены 120 штук уже накопил потихонечку буду увеличивать думаю что где-то тоже до 1000 доведу тоже крутая биржа у нас лютый менеджер каита очень часто пользуется данной биржей тоже крутая биржа не без погрешности но есть здесь крутые кейсы также покупаю здесь лайфпир поехали дальше FTX одна из топовейших бирж считаю что Сэм Бэнкман Фрид очень крутой чувак здесь покупаю Рэйдиум и стейкую его под очень крутой процент давайте я вам покажу процент 20% годовых это ребята очень круто стейкую покупаю Рэйдиум и некоторые другие монетки тоже диверсифицирую свои риски но по чуть-чуть я пытаюсь где-то консолидировать все свои активы а где-то по чуть-чуть делить тоже кому интересно все ссылки в описании также самые большие у меня активы в монетке CRO от биржи Crypto.com у меня примерно 500-600 тысяч монет я верю что они будут ее сжигать будут развивать сегодня я вам покажу они запускают еще одну сеть интересную все это мы с вами увидим далее очень мало времени очень много трачу на объяснение потому поехали дальше что у нас еще некоторые люди в твиттере приятно удивлены отсутствием эйфории по мере приближения к 60 тысячам долларов по биткоину прямо как октябрь 20-го года заметьте новостей бычих нет почему-то никто не приходит и не кричит что там Google принимает Amazon принимает нету в принципе хороших таких добротных бычих новостей которые могут все загнать в стойло их нет я думаю что это будет на перехай где-то у 70-80 тысяч чтобы все люди заходили и покупали все эти монеты пока все находятся в затишье 100% думаю вы это все увидите сами я буду об этом говорить и далее и в скором времени у нас уже выходит наш ролик с конференции которую мы делали для вас то как вообще криптовалютный сектор меняет жизни людей потому в скором времени жду вас на нашем канале подписывайтесь чтобы это все не пропустить он скоро выйдет работает целая команда монтажеров чтобы сделать это очень круто поехали дальше так у нас данные фракталы очень много людей показывают волновики затейники регрессионные модели некоторые ждут биткоин всего лишь в 100 в 120 тысяч долларов я такой же я примерно жду в эти отметки может быть и больше но я более консервативных таких подходов не хочу себя питать какими-то такими сумасшедшими цифрами некоторые ждут 180 некоторые ждут 350 тысяч долларов по биткоину поехали дальше саланом мы хотели сегодня о ней поговорить у нас игнишен хакатон завершается в пятницу на этой неделе какие проекты вообще люди смотрят очень много проектов выйдет новых думаю что они на салане будут листиться потому следим за ними вы сможете на них и заработать и их юзать и в своих бизнесах и вообще узнать что нового делается и очень много проектов сейчас делается в плане NFT очень много там они все клонируются какие-то зайцы кролики в общем жесть полнейшая с этими NFT заметьте 90% таких проектов пытаются у вас забрать монеты отдать вам какой-то фуфел так сказать потому что в этой индустрии у вас пытаются отобрать важные активы и вам отдать просто какие-то фантики или бумажки потому думайте головой вовремя фиксируйте прибыль потому что если вы будете последними кто влетает в паровоз и последними кто с него выходит то вы будете в больших убытках поэтому думайте головой диверсифицируйте и пожалуйста инвестируйте в рисковые проекты маленькое количество денег потому что это огромные риски поехали с вами дальше так у нас Кевин Свенсон очень крутой блогер и тоже такой довольно интересный аналитик говорит нам о том что фрактал фибоначчи в логермистской шкале принесет нам примерно 350 тысяч долларов он взял значит у нас цикл 13-15 года взял вот здесь пик и дно определил сделал разметку по сетке фиба и у нас 2.6 примерно по фиба выходит пик взял то же самое сделал с этим пиком и дном и у нас примерная цифра 350 тысяч долларов это пик рынка если у нас полностью соблюдается фрактал и активность такое в принципе может быть потому что в прошлом цикле было больше по сути монет сейчас их еще меньше стало примерно в 2-3 раза потому такие цифры могут быть но я буду думать буду смотреть по тому как это все на бирже заводится и выводится и заметьте у нас большинство монет выкупается вне бирж то есть на рынке OTC в обход бирж чтобы вы всего этого не видели чтобы цена сильно не пампилась вот такие дела очень умные ребята работают в этой индустрии большие фонды вы должны понимать что большие фонды типа Бершер Хэтовой или того же как это у нас самый большой в мире спекулянт боже Сорос или тот же Илон Маск или та же компания MicroStrategy Grayscale BlackRock какие-то фонды пенсионные чтобы им зайти прям по уши в биткоин им нужны месяцы а то и кварталы потому выходить они тоже будут месяцами и кварталами они не могут объявлять об этом сразу же потому что их тоже могут сбрить потому они это все делают втихую если нету новостей это затишье ребята перед бурей еще раз вам об этом говорю мы ждем очень сильный прорыв буквально в ближайшие 1-2 месяца должно произойти что-то очень серьезное и в плане новостей и в плане вообще движения по битку поехали дальше так у нас значит Ignition Hackathon уже подходит к концу что я вам хотел здесь показать здесь очень большие призы и какие здесь судьи давайте посмотрим генеральный директор FTX это раз потом у нас соучредитель Axie Infinity основатель Bonfida значит потом основной вклад в SushiSwap инвесторы основатель Coin98 в виде судей тоже здесь соучредитель CoinGecko дальше у нас здесь основатель генеральный директор компании Circle это USD Coin стратег Microsoft основатель протокола Radium в общем здесь вся элита криптоиндустрии пришла на этот хакатон думаю ребята что Solana это еще не конец она еще себя покажет не знаю по каким целям мы будем выходить но я не думаю что вообще цена монет привязана к какому-то мнению моему или другого блогера я считаю что если будет спрос то цена может быть и 500 баксов и 1000 и 2 это ни к чему не привязано потому ребята будьте внимательны просто фиксируйте свои цели и не будьте жадными поехали посмотрим на Solana наша любимая айдиоха значит Vaggle Network я уже показывал я ребята купил 10 тысяч монет по немножко невыгодной цене но купил потому что я хотел в него войти инвестиционный такой проект вот купил 10 тысяч вот этих Vaggle уже на Gate.io и на Radium вам сейчас это все покажу вот купил их вот 10 тысяч штук буду стейкать и буду участвовать в других IDO проектах на данной платформе потому в принципе с этим все понятно дальше у нас ребята это DeFi Land оставлю ссылку в описании регайтесь покупайте кому интересно участвовать в этих IDO проектах думаю что это один из топовейших проектов в нем очень круто было бы поучаствовать и получить хорошую аллокацию потому ссылку оставляю в описании кому интересно пожалуйста приобретайте тоже буду регаться уже значит подтвердил кошелек так есть все ссылку оставлю и буду покупать пока не знаю сколько у меня аллокаций но у меня последний из тиров очень много сейчас это все стоит потому думайте и если вам это интересно приобретайте посмотрим сколько он даст иксов поехали дальше так у нас кронос это у нас еще один лейер на крипто оргчейне и также запускается у них значит казини как я понял это у них мейннет вот очень круто растет биржа ftx и биржа криптоком думаю что большие у них планы очень быстро двигаются кучу всего делают и давайте посмотрим с вами еще один интересный проект это проект компаунд кэш сейчас вам скажу что это за проект мне наш вальдатор это все написал это дочерний проект от компаунд у них будет собственный блокчейн с новым коином кэш это у нас компаунд чейн также они планируют подключать свои блокчейны ко всем экосистемам не только к палькодоту но начнут они именно с него через парачейн окала вот такие новости вот такие дела все ссылки на эти проекты оставляю в описании под роликом следите это очень важно я пытаюсь вам все это очень быстро обозревать оставлять ссылки а все остальное вы уже делаете сами вот такие дела поехали дальше что у нас еще xdefi кошелек или xdefi раньше его показывал где-то полгода назад пока они его делали вот такой интересный значит сайте здесь крупнейший кошелек оставлю ссылку в описании изучайте читайте это кошелек где будут и nft и дефи интеграции потому тоже смотрите новости у нас какого плана значит у нас xdefi выпускает кошелек с прекрасной цепочкой для дефи индустрии и для nft расширение хром стремится конкурировать предлагая доступ к блокчейнам недоступным в метамаске это у нас такой прямой конкурент метамаска также выпуск кошелька совпадает с криптовалютной биржей криптоком которая сделала расширение для веб-браузера которая позволяет пользователям подключать кошелек дефи децентрализированным приложением от криптокома и вот также криптоком поддерживает блокчейн эфириум и тестовую сеть кронос с поддержкой сети кронос майонет и других сетей в ближайшее время согласно объявлению во вторник все спешат быстро все спешат сделать интеграцию с nft сектором биржа байнер ftx уже думаю и кукоин сделает и хобби все кошельки пытаются интегрироваться с nft тематикой потому что это хайп хайпище сумасшедшее 80% всех инвестиций сейчас направляется именно в nft сектор и это ребята показывают что рост будет сумасшедшим аксинфинити тоже покажу думаю что еще не пик этой монеты поехали дальше ссылку оставляю в описании на этот кошелек потому смотрите я уже запинаюсь очень быстро пытаюсь говорить потому что очень много информации очень длинный выходит ролик поехали дальше по биткоину у нас что биткоин эрчев говорит нам что биткоин на 56 тысячах почти нет никакой шумихи мы еще даже не видели нового рекордного максимума в поиске в гугле я уже показывал данную метрику по гугл трендам мы внизу ребята нету вообще хайпа по битку в плане поискового запроса увидим что будет на пике в 100% увидим что будет ребята думаю что ну это может привести к каким-то сумасшедшим значениям а мы даже их и не ожидаем потому давайте подождем дальше еще один пост от биткоин эрчев люди уже знают что такое биткоин но они также знают что такое турция но каждый день благодарения они ищут турцию объем поиска указывает на уровень интереса а не на мотив потому уровень интереса низкий увидим что будет еще раз говорю на пиковых значениях поехали дальше акси инфинити кто не в курсе уже давно запустили буквально месяц свой стейкинг 132% у них доходность ребята она плавающая если я не ошибаюсь можете меня поправить в комментариях и ребята это такой еще один способ пассивного дохода стейка их токены потому это тоже один из поводов к росту данного токена его выкупают очень сильно ниже 120 кажется он не падает вообще думаю это еще не пик потому халдим 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 поехали дальше значит вейвс у нас сильнейший проект и также у них есть своя биржа и централизированная и децентрализированная здесь очень крутая экосистема оставляю ссылку в описании наблюдайте и юзайте у них есть стейкинги есть алгоритмическая торговля с разной процентной доходностью от риска то есть есть низкий риск средний и более высокий я буду это показывать в будущих роликах есть стейкинг есть пулы ликвидности также можете стейкать их значит стейблкоин нейтрино тут тоже довольно привлекательная доходность 10% годовых это лучше чем в любом банке а это стейблкоин на секундочку и также USDC есть возможность стейкать под 15-20% это ребята очень круто потому что такие проценты на то есть стейблкоин это тот же доллар вы просто получаете 15% доходности годовых просто отдавая свои токены биржам чтобы они их юзали или в пулы это все закидывая вот такие дела риски учитываем делим все свои стейблкоины у меня в твиттере есть интересный пост вам его покажу очень быстро на какие стейблкоины я бы поделил все свои активы в плане именно стабильных монет давайте все это быстро посмотрим это у нас тезер это у нас USDCoin это у нас BUSD DAI TERRAUSD TRUEUSD PAXA STANDARD HUSD NETRINOUSD это от компании WAVES GEMINI DOLLAR это у нас от биржи GEMINI или GEMINI как угодно можете ее называть если вы боитесь что тезер соскамится или какой-то из стейблкоинов соскамится или там будут проблемы просто поделите на максимальное количество разных стейблов и вы будете в безопасности потому что вы диверсифицируете свои риски даже в плане стабильных активов вот такие дела это мой вам совет поехали дальше также у нас значит на блокчейне Avalanche новый проект скоро будет это COLONY значит это у нас по сути проект вам его покажу это у нас проект который будет размещать капитал в рамках проектов на Avalanche на ранних стадиях то есть это будет такой аналог IDO и будет он еще предоставить ликвидность протоколом DEFI поддерживать индексы лучших проектов Avalanche и проверять сети если у них это будет все получаться потому тоже оставляю ссылку в описании следите за ним скоро думаю будет его тоже пресейл потому пожалуйста к вашему вниманию поехали дальше у нас остался час двадцать до уже ролик выйдет завтра скорее всего но я думаю что вы все участвуете в пресейлах на кольном листе я себе немножко поднял кармы стейкаю разные монеты тоже себе улучшайте и участвуйте на кольном листе в разных пресейлах разных проектов тоже все это полюбил довольно прикольная механика берешь инвестируешь на ранних стадиях в эти проекты скоро будем делать свой пул и будем инвестировать в сид раунды хочу сделать свой такой венчурный фонд в который мы с вами будем инвестировать и участвовать в сид раундах на разных проектах хочу это все договариваться мы уже большие можем себе это позволить приходить к большим компаниям и быть таким инвестором в этих компаний именно в сид раунде а не на паблик сейле потому что сид раунд там цена в 20-30 раз меньше чем в приватном и в паблик продаже вот такие дела значит я еще на беконами зарегался и на второй опции еще год с анчейн регусь всегда по 2 опции дальше так давайте вам все это быстро покажу значит перед этим значит на мунеджа у нас блокчейн монстр залистился я купил на 58 долларов всего лишь тир 4 этот проект такая маленькая локация жесть полнейшая покажу вам что получилось вообще сделать и купить и оставлю ссылки если у вас не будет получаться значит первое после прохождения KYC это процедура верификации пользователя и стейкинга этих монет MoonEdge вы получаете возможность на аллокацию покупать за USDC покупать эти все токены значит у вас появится join pool вот я вам включаю видос потому что я все это записал у вас будет свап то есть вам нужно иметь на метамаске еще USDC то есть USD coin если у вас вот вы берете значит берете USDC coin и опрубаете данную по сути транзакцию а потом вы ее подтверждаете значит у вас может не получиться с первого раза потому что сеть может быть загружена потому вам нужно будет сменить RPC я все это вам сейчас покажу я тут пробовал все это сделать у меня открывался метамаск и транзакция фейлилась почему сеть очень сильно перегружена нужно сменить RPC как это все сделать вот вы просто сможете зайти в метамаск сейчас все это покажу у меня фейл этой транзакции как видите вот не удалось я захожу в верхний кружочек вы заходите вон туда видите не прогружаются токены сеть очень сильно перегружена и лагает вы заходите в верхний кружочек вот этот сейчас я туда перейду вот в настройках вот нажимаете настройки опускаете в самый низ нажимаете сети вот находите матик майонет и вот у вас есть новый URL RPC RPC это по сути подсеть я оставлю ссылку в описании на сам сайт вам его сейчас очень быстро покажу вот данный сайт вот вы сможете взять вот эти RPC это официально в документах на матика полигона вы сможете эти RPC менять вот эти подсети и у вас все очень быстро будет работать если у вас эта сеть перегружена меняете на вот эту то есть что мы делаем вот я перехожу это все забираю вот меняю секунду вот меняю сейчас раз вставил вот подтвердил сохранил оно все запрувилось закрываю у меня быстренько я проверяю прогружаются ли монеты все очень быстро прогрузилось я опруваю у меня очень быстро все грузится выскакивает подтверждаю оно все прогружается и теперь нужно нажать на кнопку confirm то есть подтвердить подтверждаем тоже еще раз выскакивает метамаск вы подтверждаете саму транзакцию газ тут минимальный ждете у вас все это грузится буквально 5-10 секунд так есть сейчас вот эта кнопочка поменяется на wallet cap richard все вы по сути купили все то есть вот такие дела ссылки все оставляю в описании я это все вам подпишу чтобы вы были в курсе вы можете все это менять данные рпс официальные рекомендованные никакого скама нету это все на сайте polygon technology можете все это проверить я это все оставлю по ссылкам в описании так теперь по поводу асмозиса значит очень прикольная штука это у нас по сути такая подсеть на блокчейне космоса ребята скачал кошелек значит киплер вот он киплер ребята самый крутой кошелек как для меня настолько быстрый это жесть вот гляньте вот есть сети космос как быстро все меняется как круто все показывается гляньте это космос кошелек с разными подсетями вот акаш криптоорг я сюда значит завел на асмозис эти космосы вы пока не знаете что это вообще такое потому рассказывать пока не буду это очень сложно просто купил эти токены если вам захочется их купить то это все очень сложно кому будет интересно пишите в комментариях я вам все это покажу здесь очень сложно потому что нужно будет космосы завести сюда на этот кошелек потом зайти на асмозис ввести сюда вот с космоса чтобы ваши космосы стали космосами но уже на подсети асмозиса то есть это на подсеть их кинуть вот а потом когда они у вас тут появятся вы сможете трейдить ими внутри данной свапалки и вот этого как бы сказать такого подчейна вот и менять за асмозисы разные токены я здесь что купил я купил здесь просто хотел купить разные такие венчурные проекты которые маленькие с low cap но их можно купить пока только здесь я купил старней 50 тысяч штук вот это такой сервис где можно NFT свое имя довольно интересная идея думаю что на долгосрок пусть пока лежит я просто тещу значит нишу и также купил тысячу асмозисов и застейкал их вот если перейти в стейк вот гляньте как круто все сделано депозит и отправить если я хочу застейкать я просто беру стейк меня перекидывает в их хаб это вот официальный веб хаб этого кошелька выбираете просто валидатора берете менедж берете делегейт количество выводите пух и застейкали все настолько все быстро я вот тут стейкаю на асмозисе тысячу осмо токенов уже 25 штук у меня застейкинг получилось я застейкал на втором на космос тейшн вот очень очень крутая штука сейчас осмо стоит сейчас покажу вам сколько он стоит осмо стоит сейчас примерно 4.5 доллара да 4.3 доллара вот 25 штук это примерно 100 баксов я уже получил за 4 дня в общем пока держу данный проект очень мне нравится вот такая геймификация очень прикольно все это сделано потому я люблю прикольчики вот мне нравится как они его сделали вот эти все рисовки очень люблю инвестировать просто в венчур в риск да я не знаю что с ним будет дальше но я рисковый чувак я все деньги в него не инвестирую какую-то часть своего капитала вот такие дела поехали дальше значит на авалаунч у нас скоро выходит проект роков финанс тоже очень прикольный геймифицированный проект они пытаются геймифицировать дефи индустрию да то есть вот такой проекте сможете читать тоже ссылку оставляю в описании дальше у нас значит avail выходит значит масштабируемый уровень блокчейн на полигоне еще один слой ребята столько будет этих слоев то есть представьте есть эфир есть полигон под ним будет еще и то есть все это можно масштабировать и скейлить вниз и вверх то есть есть блокчейн нулевого уровня есть первого есть второго есть пот есть санчейн и все это буду показывать на своем канале буду сам разбираться я не эксперт в беке и в разработке но буду все это узнавать для вас и все это показывать дальше на канале поэтому подписываемся чтобы это все не пропускать новый будет блокчейн значит общего назначения ориентированный на масштабируемую доступность данных призначенных для автономных цепочек побочных цепочек и решения для масштабирования вне цепочки тоже крутой проект нужен для масштабирования полигона потому что полигон страдает салона тоже иногда страдает положили салону кажись от 40 тысяч транзакций в секунду она просто легла потому Вроде бы кажется, что у нас блокчейны обслуживают очень много людей, но, ребята, когда сюда хлынет триллион, допустим, людей, ой, боже, триллион людей, говорю, что будет, если в эту нишу придет миллиард людей? Вот, допустим, миллиарды придут людей. Что будет с этими блокчейнами? Они не успеют количество этих транзакций обеспечивать, потому нужно придумать новые способы масштабируемости. Они пытаются все это решить разными способами, разные блокчейны. То есть это одна огромная проблема, это проблема масштабируемости сетей. Пока это все пытаются решить, это все пока долгий такой ящик, потому, ребята, мы только в начале этой индустрии, не думайте, что мы, что уже все знают про крипту и все уже в курсе, как это все работает, уже все бизнесы интегрируются. Пока в этом бизнесе большие и крупные компании, мелкие частные инвесторы будут интегрироваться и перелетать в этот бизнес, думаю, что примерно через 2-3 года. То есть нужно время, потому мы сейчас пока только в начале. Да, были те, кто были вообще ранними адоптерами. Мы с вами, ребята, где-то все равно в начале всей этой такой глобальной такой Metaverse вселенной. То есть это такая диджитал-вселенная, где мы с вами пытаемся работать без посредника. Вот такие дела. Поехали дальше. У нас, ребята, открытый интерес. На бирже SME агрегированный открытый интерес по фьючерсам у нас достиг рекордного максимума в 3 миллиарда, ребята, долларов. И это и вроде бы хорошо, и вроде бы плохо, но бычье, бычье настроение у большинства людей даже в плане фьючей. Вот такие дела. Опять же, это открытый интерес агрегированный. Это не значит, что у нас очень много лонгов или шартов. Это просто весь интерес на бирже SME. Дальше оставляю вам ссылку в описании на вот такой интересный агрегатор разных метрик. Это у нас DeFi Lama. Здесь у нас и протоколы, и airdrop, и DEX, и лендинги, и разные индексы, и стейкинги. Все здесь вот в одном месте. Есть DeFi Dashboard. У нас, кстати, Curve CRV выходит на первое место по залоченному объему внутри разных протоколов или внутри DeFi проектов. Пожалуйста, CRV выходит на первое место. Компаунд падает на шестое, но думаю, что еще себя покажет. Скорее всего, это спекуляция. Он еще себя покажет. Я в этом уверен. Это очень сильный проект. У них очень крутая команда, потому да, бывают факапы, и ребята, кто не в курсе, кто говорит, что ой, некоторые проекты скамятся, некоторые пампятся. Ребята, любой проект, даже самый крутой проект в виде эфира или того же Cardano могут фейлиться, потому что мы новые в индустрии. Они тоже разрабатывают, и там есть свои и дырки, они пытаются их латать. Вот и все. Потому разные могут быть эксплойты, скамы, и это все нормально, потому что ниша новая. Здесь очень много мошенников и очень много и хакеров, и тех, кто ломает. То есть всегда есть две стороны медали. Есть добрая, есть плохая. Это просто бизнес. Вот такие дела. Поехали дальше. Так, у нас президент Украины возвращает долгожданный законопроект о криптовалютах в парламент, требуя пересмотра нормативных актов. Так, что же тут самого интересного в этой статье? В принципе, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку является украинским эквивалентом комиссии по ценным бумагам и биржам США, но сама по себе имеет довольно недостаточное финансирование. Ага, само собой, как и у всех постсоветских странах, у нас всегда бюрократия процветает, и все говорят, что нет финансирования. Каким тогда образом у нас Украина одна из топовейших стран в плане принятия крипты? Не знаю, ребята, все декларируют крипту. Откуда вообще у некоторых депутатов такие там по тысячу, по пять тысяч монет они декларируют? Отмывание бабок, как по мне, крутая ниша, очень крутая, да, ну, жесть полнейшая. Опять же, не утверждаю, просто мое оценочное осуждение. Потому это все еще тоже долгий ящик. Пока это все будет одобряться, эти все законопроекты, два-три года, можете смело отдыхать. Поехали дальше. Так, значит, у нас все больше и больше людей, значит, у нас холдят монеты. У нас все увеличивается и увеличивается количество людей, которые имеют более 10 миллионов, значит, холдингов в своих активах. Поехали дальше. У нас по гласноуду также есть метрика long-term holders и short-term holders. Значит, у нас количество держателей, которые держат монеты короткий период, их количество уменьшается, они отдают свои монеты, а количество тех, кто держит монеты в долгую, всегда у нас растет. Видим с вами, да, мы на этом росте все больше и больше делаем новый all-time high по данной метрике. Это, ребята, чисто бычий мотив, бычий сценарий для биткоина. Поехали дальше. Объясняю все простыми словами, не технически, чтобы вам все это было понятно. Дальше у нас опционы на ноябрь. Call у нас очень большие объемы. Вот некоторые ждут именно 80 тысяч долларов по битку. Вот, потому будем смотреть, побреет ли большинство или нет. Посмотрим, что будет у нас дальше. Так, у нас также запускается IDO 21 октября на Vax Exchange. Думаю, что это будет как на Radium примерно. То есть у них они добавят какой-то свой аналог IDO проектов на блокчейне Waves. Это тоже блокчейн. Вот, у них очень есть крутые проекты. Будем за этим всем наблюдать. Потому, тоже это записывайте себе и учитывайте. Будем смотреть. Буду это все показывать. Дальше. Прогнозы. Прогнозы некоторых твиттер-блогеров. Да, что они вообще думают. Биткоин до 250 тысяч долларов в первом квартале 2022 года. Вот так ждут, значит, Михаил Ван Депоп ждет и некоторые другие блогеры. Я уже показывал. Свенсон ждет 350к. Он не ждет, но он чисто математически предполагает, что будет вот такая цифра в 350 тысяч долларов по битку. Поехали дальше. Я очень-очень большие надежды положил. Положил и состейкал, да, на Космос, на Палкодот, на Солану, на Аваленч, на другие проекты. В том числе и на Эфир у меня есть, и Компаунд есть, и Лайткоин есть. Многие есть у меня проекты. Но я считаю, что самые крутые проекты, если вы не хотите, чтобы они скамились, это самые большие технологические блокчейны. Это Космос, это Солана, это Эфириум, это Эфириум Классик, это Аваленч, это у нас Криптооркчейн. Я тоже считаю, что он очень крутой проект, даже в плане спекуляций. Потому мы пока не будем возвращаться к монеткам. Следующий ролик, думаю, сделаю именно по монетам. Какие-то новые покажу метрики и покажу некоторые проекты, которые можно прикупить, кто не успел залезать в эту ракету. Само собой, в рамках риска 10-20%. Не забывайте, что всю котлету ложить нельзя, потому что вы все потеряете. Если все это упадет, вы будете в плюсе, но вам придется просидеть 1-2 года на медвежьем рынке. Зачем? Если вы покупаете на 10-20%, вы всегда сможете купить более выгодную цену. Если вы не можете купить более выгодную цену, вас побрили. Вот такие дела. Вы заработаете, но эффективность этих денег равна нулю. Потому что можно выйти, а потом перезайти большим объемом. Можно халдить. Некоторые американцы вообще делают такую штуку. Они просто покупают и халдят лет 10. В плане биткоина это абсолютно правильная стратегия, я считаю. Но не по таким отметкам. Если биткоин мне лично даст 100-200к баксов в рамках этого цикла, я его зафиксирую в любом случае. Зафиксирую, потому что мне главное накопить количество монет. А я смогу на медвежьем рынке купить еще больше именно монет. Потому в этом вся и логика. Вот такие дела. Поехали с вами дальше. Также Михаил Ван Депоп ждет эфир по 15-20 тысяч долларов в первом квартале 2022 года. Вот такие планы у Ван Депопа. Ну, как всегда, он мега-бычий чувак. Мы пока не такие. Так, биткоин это золото 2.0 с возможной капитализацией в 20 триллионов долларов. Говорит генеральный директор Immutable Holdings. Итак, давайте это все почитаем. Джордан Фрид. Генеральный директор и представитель портфельного провайдера блокчейна Immutable Holdings. Если я не ошибаюсь, блокчейна Immutable X прогнозирует, что биткоин достигнет целевого показателя в 1 миллион долларов. Особенно, когда все монеты будут добыты. Выступая в Китко Ньюс, Фрид указал, что биткоин теперь является второй версией золота и его рост придет к тому, что актив превысит ограничения по драгоценным металлам более чем вдвое. Он заявил, что недавний рост биткоина, а не только начало, отметив, что актив имеет более большой потенциал для роста. Фрид также сказал, что раночная капитация биткоина в какой-то момент превысит весь экономический объем Соединенных Штатов Америки. Это сильное заявление. Он объясняет прогнозируемый рост биткоина и вообще активов такими факторами, как увеличение усыновления. То есть, что люди покупают больше и меньше, отдают и лимит в 21 миллион монет. То есть, дефляционная модель. Посмотрим, все это будет так или нет. 20 триллионов долларов он ожидает капитализацию вообще биткоина, что приведет биткоин к цене в 1 миллион долларов. Все ждут такую цифру. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Дальше. У нас SEC одобрила ETF для компаний биткоин-революции. Портфель включает в себя Tesla и Twitter. Это у нас новый ETF от Vault Equity. Предоставит инвесторам доступ к целому ряду компаний, таких как MicroStrategy и Square, которые владеют криптовалютой. Есть еще очень много компаний, которые тоже выдвинули свои ETF. И, скорее всего, это будут фьючерсы, да, биткоин ETF. Это не будет просто простой ETF фонд. Так, у нас Cava также в партнерстве с Сертиком. Посмотрим, к чему это приведет. Пока по каве новости такие себе, но она потихонечку по быче смотрит наверх. Посмотрим, сможет ли она 20 баксов сделать в этом цикле. Мы ее покупали, она у нас лежит и все пока хорошо. Так, что у нас дальше? Еще одна метрика от компании Glassnode. У нас ончейн аналитика, наша любимая. У нас предложение биткоина, которое удерживает долгосрочные держатели, увеличилось на 386 тысяч монет за последние 30 дней. Это, ребята, очень бычья метрика. И показывает нам, что у нас еще больше люди накапливают и никто отдавать, пока биткоины не хочет вообще. Поехали дальше. Что у нас еще? Так, у нас прогнозы от The Root. 140 тысяч долларов на пике и 280 тысяч долларов на пике. Понятно. Поехали быстро дальше. Так, от PlanB. Довольно интересная статейка. Он объясняет у нас, что такое продавать стены. То есть пытается объяснить людям, что вообще происходит на рынке, если мы говорим про стакан и про глубину рынка. Чистая тактика запугивания, чтобы напугать вас от покупки. Посмотрите, как они снимают стену продажи и помещают ее выше, как только цена приближается к стене продажи. Если бы они действительно хотели продать большие суммы, они бы сделали это в скрытом режиме, не сигнализируя у своей позиции. Что вообще он имеет в виду? Представьте, пожалуйста, что у нас цена идет от 70 тысяч долларов до 100. И кто-то выставляет огромную лимитку на продажу. И само собой цена по первой аксиоме этих анализов всегда двигается к объему. Цена идет к 100 тысячам. Они просто оттягивают, еще оттягивают. И вас просто затягивают выше и выше. Чтобы продать большой объем, вам нужен тот, кто сможет это все продать, а вы сможете это все купить. Вот и все. То есть они просто затягивают или продают это в скрытом режиме. Это просто тактика затягивания или запугивания. То есть если я буду, вот может вы видели такое, я хочу что-то купить, захожу на биржу, хочу купить, выставляю лимитку на покупку. А кто-то, кто продает, выставляет выше эту продажу. По сути я жду, цена не падает, мне нужно переставиться, меня просто тянут вверх. Если мы говорим наоборот, то если человек продает, ставит лимитку огромную, люди смотрят на нее, что он хочет продать. Пугаются и цена разворачивается и уходит. Они пытаются продать раньше, чем цена придет в эту большую лимитку. То есть вас просто всех запугивают. Вот такие дела, это то, что пытается своим подписчикам объяснить план B. Я уже это показывал на канале, что у нас есть очень много типов манипуляций. Могу вам все это еще раз показать. То есть что у нас в принципе происходит. Вот я ставлю здесь огромную лимитку на продажу. Цена идет вверх, когда ходят вот сюда, люди видят, что кто-то большой хочет продать. Думают, что это кит. И пытаются продать раньше, чем он, чтобы он это все не слил. И получается вас пугают. Цена уходит вниз, он убирает эту лимитку и покупает столько, сколько он хочет. Вот такие дела. Простая тактика запугивания. Или он ставит здесь лимитку, цена подходит, он ее забирает. Люди видят, что там нету никого в принципе. И цена вылетает наверх. Он эту лимитку просто оттягивает выше. Или еще выше. Он может так цену затягивать наверх очень долго. Если есть покупатель. Вот такие дела. А потом об всех закрыться и продаться. Потому будьте внимательны. Изучайте и стакан, и технику, и фундаментал тоже. Хотя фундаментала криптовалютной тематики очень мало. Вот такие дела. Поехали дальше. Еще один интересный волновик. Очень много волновиков рассказывают про разные цифры. Я, ребята, считаю, что все эти модели будут поломаны. Потому что рано или поздно любой теханализ ломается. И если у нас по волновой теории Эллиота пик рынка это 100 к долларов или 90 к долларов, биткоин это все может сломать. Потому что ваша волновая теория не учитывает кучу факторов. Дефляционную модель, конъюнктуру рынка, спрос и предложения на все это не учитывает. Это просто анализ графика. Не более того. Все эти модели рано или поздно ломаются. Потому биткоин может прийти и на 200, и на 300 даже в рамках этих 1-2 месяцев. Увидим активность. Нам нужно увидеть активность. Как будут покупать, как будут продавать и сколько вообще будут продавать. Но это будет очень быстро. Этого никто не ожидает. И падения, и роста. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Не подвергайтесь фома и не покупайте пиковые значения. Пожалуйста. Самая опасная точка для покупки это когда цена переписывает all-time high. Вот здесь вам не нужно быть. Вы или покупаете после закрепления цены. Вот выход. Ретест. Вот здесь, когда цена выходит наверх. Вы покупаете или заходите в позицию. Или вы не трогаете. Или вы что-то найдете вот сюда, отбивается, отбивается, уходит вот вниз, делает ретест и уходит. Вы тогда вот можете шортить. То есть нужно понимать, что вы делаете. Если вы не понимаете, пожалуйста, милости прошу. Наша криптокомьюнити по ссылкам в описании. Мы там обучаем людей, как это все работает. Как работает механика фьючерсов. Как хеджировать риски. Как работать со спотом. Потому, пожалуйста, официальный сайт у нас криптокомьюнити.ai. Пожалуйста, не ведемся на мошенников. У нас только один продукт. И менеджер Каита только один в этом вот чатике. Вот такие дела. Вам он в личку напишет только в дискорде. Проверяйте, пожалуйста, правильный ли это менеджер. Потому, что мошенников очень много. Лучше пишите в этот чат. Тогда вы точно не пойдете на мошенника. Вот такие дела. Поехали дальше. Уже ближе к концу ролика подходим. У нас, у нас с вами. Давайте посмотрим. Так, Facebook у нас делает, значит, Facebook DM. Это у нас платежная система без разрешений. Основанная на блокчейн-технологии. Увидим, к чему это все приведет. Они хотят сделать стабильную монету под названием DM. И работать в своей блокчейн-сети. Чтобы предоставлять людям возможность платить и оплачивать некоторые продукты внутри Facebook. Посмотрим. Может быть, Facebook станет одним огромным маркетплейсом на блокчейне. Увидим это уже в будущем. Так, погнали дальше. XRP у нас полетел немножко вверх. Пока активности никакой. Потому не будем пока на это все ориентироваться. У нас также парадигм планирует привлечь еще полтора миллиарда долларов в свои стартапы. В разные венчурные компании, которые они хотят инвестировать. Это будут разные стартапы. Я тоже планирую еще больше долю увеличить именно в инвестиции в стартапы, в IDO-проекты. Так, поехали дальше. У нас половина всех сделок с биткоинами совершается с использованием тезера. Потому, ребята, не забываем, что нужно тоже делить, еще раз говорю. Не только иметь тезеры, иметь еще USD-коины, BUSD и разные типы стейбл-коинов. Потому что вы не знаете. Вдруг завтра выйдет какая-то компания, обвинит компанию тезер еще раз там в какой-то подмене. И все это, больница к чертям собачьим, лучше, ребята, диверсифицироваться. Поэтому не забывайте об этом, еще раз вам об этом напоминаю. Поехали дальше. Что у нас еще интересного? Рост долга США может принести солидную прибыль биткоину в четвертом квартале этого, ребята, года. Итак, главный стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence, Майк Маглоун, поделился своими мыслями о биткоине за четвертый квартал 2021 года. Итак, в понедельник, 11 октября, он через твиттер сообщил, что цена флагманской криптовалюты вырастет в последнем квартале 2021 года примерно к 100 тысячам долларов. И он это сказал в начале этого года. Также стратег говорит нам о том, что в свете растущего долга США и растущих опасений по поводу возможности дефолта, биткоин может вступить в уникальную фазу повышения цен в четвертом квартале. Также интересный факт, что в дополнение к этому, на что намекают данные, экономист также отметил, что менеджеры, которые избегают распределения биткоинов, могут оказаться в невыгодном положении из-за кризиса потолка долга. То есть люди и менеджеры больших фондов, которые избегают биткоин из-за того, что это высоковолатильный и рисковый актив, могут оказаться не у дел. Просто в космос это все улетит, фонда все сольется, а биткоин на этом фоне, прикиньте, вырастет. И все компании, которые думали, что они топчики, в этот век стали не топчиками. У нас всегда рынок выполнял одну и ту же функцию. Перераспределение денег от более умных, от тех, кто умеет быстро менять стратегии и быстро, как вы любите говорить, переобуваться. Крутой трейдер это не тот, кто всегда говорит об одном и том же, тот, кто умеет переобуваться прямо в полете. Потому что нужно быть гибким, а не дуб деревом. Вот такие дела. Это лично мои мысли. Поехали дальше. У нас еще канал удалили у Энтони Помплиана буквально на час. И это уже стрёмно, ребята. Некоторые каналы по крипте просто удаляют просто ни за что. А потом очень быстро восстанавливают. Это очень, ребята, меня обеспокоило. Но пока все хорошо. Также FTX запускает у нас торговую площадку для торговли NFT на базе Solana. Это тоже очень крутая инициатива и возможность и для Solana, и для биржи FTX. Они там сотрудничают. Это 100%. Самоед показал прибыльность 6x. Я прям очень рад. Поэтому поехали дальше. Так, ребята, подходим ближе к концу ролика. И давайте, наконец, вот такой интересный пост от криптотрейдера и инвестора с 2018 года. Люди, которые присоединились в 2021 году, могут быть сбиты с толку. Почему биткоин не перетаскивает ликвидность всю в альты и почему альты к доллару не стреляют, как мы это видели, в первом квартале. Он нам говорит о том, что посмотрите, пожалуйста, на биткоин-доминацию в течение 4 квартала 2020 года. Альты взорвутся, когда биткоин замедлится. Что это вообще значит? Ребята, дайте, пожалуйста, время, пока биткоин накопит огромную ликвидность внутри. То есть, когда люди купят его. Купят или фонды, или люди, все это вот, это все взорвется. Он вырастет. И вот именно тогда, когда биткоин дорогой, его покупать никто не хочет. И коррекция нам будет указывать на то, что люди его фиксируют. Это вся фиксация, то есть люди не хотят его покупать, потому что он дорогой. Они его продают. Когда они его продают, у них есть прибыль. Куда девать прибыль? Они хотят купить дешевые альткоины. То есть, у них фома. Они покупают дешевые альткоины, чтобы еще больше свои холдинги разгонять. Потому что, как показывает практика, человек, который взял тысячу баксов, заинвестировал в биток, и это ему принесло 10 тысяч баксов. Он, когда уже вынял их здесь, он же не будет сидеть там два года. У него чешутся руки. И он берет эти 10к, вливает в альты. Альты тоже летят. Он делает 40к. 40к, допустим. Потом биткоин делает коррекцию. Он думает, ох, сейчас войду. Вливает сюда. Биткоин восстанавливается. Он думает, ох, красота. И оно все валится. И он потом продает себе в убыток, а может быть и сидит весь этот цикл. Вот так это все и происходит. То есть, люди, в основном, после роста битка на коррекции, когда они выходят, потому что коррекция это продажа, они покупают дешевые альткоины. Потому так будут расти альткоины. Потом, не сейчас. Потому потерпите. У вас сейчас есть уникальная возможность присмотреться к тем альтам, которые проседают, чтобы их купить. Вот такие дела. Потому в будущем ролике я вам покажу такие же монеты, которые или просели, или перспективные, или которые можно взять с коррекцией на какую-то часть от своих портфелей. Вот такие дела. Потому поехали. С вами к концу уже ролика. У нас, ребята, наши соцсети, как всегда. Evanscript канал. Подписываемся, чтобы все это не пропускать. У нас здесь короткая новостная сводка каждый день, чтобы вы не пропускали все актуальные новости в тематике криптовалют. Все это читаете за одну минуту. Какая-то, если новость зацепила, нажимаем на кнопочку, переходим. И вы в курсе всех этих новостей в конце дня. Я сам свой день начинаю с данного телеграм-канала. Поехали дальше. У нас еще твиттер есть. Подписываемся тоже. И все наши проекты, все официальные ссылки, и партнерки, и разные бонусы, и скидки, и стейкинги, и фарминги, и все, что я сегодня показал, все ссылки в описании под роликом. Вот такие дела. Поэтому, ребята, буду с вами прощаться. Всем профита. Делайте свой выбор. Я пока отдыхаю. Всем профита. Всем удачи. И всем пока. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok